f6. Таль играет здесь. Слон берёт на f7 шаг. Задание. Выберите из трёх ходов. Король f8. Король e7. И король d8. Какой ход был сделан в партии? И почему? Давайте начнём с хода f8. Это самый слабый ход. Белый играет. Слон берёт на e6 шаг от ладьи. Теперь два хода пойти королём на e8 или взять ладью сразу. Ну, если взять ладью слоном, ферзь берёт на f4 шаг. Ферзь f7 шаг. И здесь, в общем-то, тихий ход. Кd5 с нападением на ферзя и с угрозами, если, например, взять ладью ферзёвым, то ферзь e7 мат. То есть, Кd5 в таких вот вариантах очень сильный ход, смертельный. После слон берёт на e6. Лучше пойти король e8, чем слон f4. Тогда Кd5. Смертельный удар. Ферзь отходит, скажем, на c5. Можно сыграть даже g3. Защитить надёжно ладью f4. Компьютер даёт белым здесь очень большой перевес. У чёрных король под атакой. Мощный конь на d5. И, в общем-то, здесь чёрные ничего не могут сделать. Выигранная позиция для белых. Следующий ход мы смотрим. Не сделанный в партии. Король e7. Здесь я перевёрну доску. И задание у нас. Найдите лучшее продолжение за белых в этой позиции. Белые могут здесь сыграть, сделать очень сильный ход. Слон берёт на e6. Посмотрим варианты. Ну, если взять королём на e6. Ферзь h3 шаг. Если здесь пойти королём в центр, то мы знаем, наверное, что в центре король обычно получает мат. И в этом случае тоже. Ферзь f5 шаг. Король берёт на d4. Ферзь d5 шаг. Белые отдают всё на свете, но ставят мат. Можно было ещё так сыграть. Ладья d5 шаг. Отдать другую ладью и поставить вот такой мат на ход раньше. Значит, после ферзь h3 шаг король e5 проигрывает сразу. Король e7. На король e7 следует ход. Конь d5 шаг. Коневая вилка с нападением на короля и на ферзя. Конь берёт ферзя. Слон берёт на f4 шаг. Промежуточный ход. Или промежуточный шаг, можно сказать. Король b1. Конь берёт коня. У чёрных 3 фигуры за ферзя и 2 пешки. Но ферзь h4 шаг. Двойное нападение на короля и на слона. Надо играть слон g5. Защищать короля и убрать слона. Но следует ладья берёт на d6 шаг. И уже ферзь h3 пешки за 3 фигуры. Плюс атака на короля. Безнадёжная позиция у чёрных. Ну и ход... Значит, это всё были варианты после короля e7. А в партии был сделан ход король d8. Вот этот сильнейший ход нашёл гроссмейстер Плутонов. Разобрался в том, что проигрывал ход короля f8. Это было видно сразу. Но также и ход король e7. А таль, конечно, при своей жертве предыдущей рассчитывал на подобные варианты. Кроль d8. И таль играет... Вернее... Кроль d8. Е5. Потому что после короля d8 чёрные угрожали ходом e5. Нападение на две фигуры. Они это угрожали. И поэтому таль играет e5. Мы поворачиваем доску. Это значит, что следует задание. Выберите... Из ходов... d e... Конь берёт на e5. Или... Ладья f8. Один из этих ходов был сделан в партии. Подумайте, сделайте паузу. А я продолжаю. Взятие пешкой d e проигрывало. После ладья берёт на d7 шаг. И это вскрытый шаг со вскрытым нападением на ферзя. После ферзь берёт на b6. У белых всего-навсего лишний ферзь. Правда, после слон берёт на f4 с шагом. Кроль b1. У белых ферзь за ладью. Но абсолютно выигранная позиция. И чёрный беззащитный. Значит, ход d берёт на e5. Проигрывал сразу. Ход... Конь берёт на e5. Тоже плохой. Следует ход. Ферзь берёт на e5. Используя связку пешки d6, которая не может взять ферзя. После слон берёт на f4 шаг. Ферзь берёт на f4. У белых лишний конь. Значит, белые выиграли фигуру. Тальбо с удовольствием пошёл на такую позицию. Но в партии чёрные сделали сильный ход. Ладья f8. И чёрные выигрывают фигуру. После этого хода. Используя фигуру. Продолжение следует...